Приветствую доброго времени суток, всем кто меня видит и слышит, с вами как всегда Гарги И это уже четвертая серия Атаки Титанов Человечество встает с колен, часть вторая Ночь выпускной церемонии Ночь выпускной церемонии Чуваки сдали все тесты, прошли ЕГЭ 850 год Два года Пожевеливайтесь сегодня Два года, прошло два года Карлер, что с тобой? Отстаешь меня Тяжеловато для тебя Готов бросить снаряжение? Нифига Если бы мы сражались, ты бы уже стал кормом для Титанов Над ним до сих пор издеваются Давай Давай А не то точно провалишься Эту тренировку оценивают Райнер, если понесешь, то и тебе понесет балл Сделай так, чтобы не заметили Пока я не успел передумать Мужик Аааа Молодец Вопросов нет, но работа в команде хромает Я А на кой черт вообще военной полиции УПМ? Спасибо, Жан Хе Хороша, что я взял тебя на хвост Хитрый Ура Не понял Кто? Саша Блаус Нестандартная, но отличная интуиция Мешающая командной работе Саша Кони Спрингер Двигается легко и проворно А вот соображает несколько туговато Да На подходе А вот и летят Кажется, это сейчас будет Да, Эрон и Микаса Черт Опять мне так глубоко, как Микаса Микаса Аккерман Идеально усвоила все дисциплины Многие считают, что такого таланта наша история еще не видела Оооо Эрон Йегер Особых умений нет Но он старался больше других и добился успехов А также Он сильнее всех хочет достичь своей цели Ну, короче, самый упорный и бешеный Вот самый вот Исприн принципиальный самый Бешеный, больной Как он его такого верзил? Прости Я не умею сдерживаться Как он такого верзилу завалил, а? Эрон, теперь ты в роли разбойника Это физически реально? Ты чего? Что это за тренировки? Зачем мы должны учиться драться с людьми? Лишь дурак будет бороться с врагом голыми руками Ой, как он неправ Что-то вспомнили Тебе говорит безответственность Мы же с тобой солдаты Иногда просто нельзя убежать И не важно, как тяжела ситуация Кто бы ни был врагом Мы должны умело применить или ту же пушку, или кулаки И нож Пойми Это обязанность солдат, в руках которых сила Но сейчас о другом Смотри А Энни Опять так ловко отлынивает, что инструктор не замечает Так, Эрон Давай-ка проучим эту безответственную даму Объясним ей, каким должен быть настоящий солдат А ну-ка Ага И что они задумали? Ждёшь удары головой от инструктора? Если не хочешь стать ещё ниже Помни день, когда пришла сюда и стань серьёзнее Эй, не нужно так грубо Зайти на её морду Я в бешенстве Я и так думал, что у неё грозное лицо Но в минуты злости оно ещё страшнее Давай, начинай, Эрон Чё? Я? Вот сволочь Что за подстава? Классная стойка Энни Ты ведь знаешь, как это делается? Начали! Рёбра и головы Чего? Защищает Лоуки Драться не будет Никто поправил, братишка Всё, конец До свидания А ну-ка Нет, я лучше... Давай же, Райнер Научи её ответственности Солдата Молодец Молодец, Эрон Молодец, правильно Вот чё полез, а? Чё меня подставил? Порой солдат не может отступить Приёма, как сейчас И этот опозорился А она молодец Крутая Хм... Вступить в военную полицию И отправиться во внутренние земли Могут лишь вошедшие в десятку лучших Серьёзно тренируются Примодушные дураки Вроде вас Или просто дураки Ага Смотри, инструктор Почему-то в этом мире Чем лучше ты можешь противостоять титанам Тем дальше оказываешься от них Как думаешь, откуда весь этот фарс? Это правда фарс Откуда мне знать? Просто Такова природа человека Ммм Вообще-то она Короче говоря Я не дура, чтобы наслаждаться игрой в солдатиков В этом Абсурдном мире Вообще она права Вот она сейчас во всём Ты не подходишь на роль воина Кто? Она? Я так хотел стать сильнее Что не заметил Этого простого противоречия Это противоречие Они Учатся убивать титанов Чтобы спрятаться от них подальше Это правда Абсурдно Ничего не поделаешь Перед падением стены Мария Навыки владения УПМ Были нужны лишь паре ребят Из разведкорпуса Но если всё так и оставить Эти навыки придут в упадок И если использовать инерцию таким образом Потратите меньше газа Сказал так, будто это просто Ну Далеко не каждый на такое способен Хотя запомнить не помешает Если хотите Военную полицию Ага Вот бы вступить Служить рядом с королём Нет ничего почётнее Обычный так патрёк Эй Марко Не умничай тут И скажи правду Ты же хочешь вступить в полицию Ради безопасной и уютной жизни Во внутренних землях Нет же Кто? Я-то точно не... Думаешь там уютно? А? Ну Пять лет назад И тут были внутренние земли Что ты хочешь сказать? Эрон Жан Тебе не нужно во внутренние земли У тебя в голове и так Свой уютный мирок Урод Урод Тебе это не кажется странным? Что в этой системе Люди учатся убивать титанов Чтобы спрятаться от них Ты поздно поднял эту тему Да, поздно Да пусть продолжают Эту тупую политику Мне на радость Ты просто мусор Завались Такова реальность Эрон Прекрати Ну погнали Остановись Да пошел ты к черту Отпусти Порвешь ведь Плевать на одежду Как же завидно Что? Что ты несешь? Опа-на И что тут происходит? Точно Он же Так вымещает Негативные эмоции Прямо как я раньше По-другому не умеешь Сейчас все иначе Использую технику боя И покончу с этим Ага Спасибо за подсказочку Эни Блин Какого черта ты сделал? Это прием Рукопашного боя Я освоил его На своей шкуре Пока ты отлынивал Хм Думаешь отдыхать И полагаться на эмоции Это реальность? И ты смеешь Звать себя Солдатом? Мама Прямо Ну не знаю Я только что услышал громкий шум Потрудитесь объяснить ситуацию Саша испортила воздух Опять ты Научись держаться Саша пукнула А теперь смотрите Теперь Таким образом 218 кадетов Выпустились из училища 218 пацанов И Отдать честь Есть Научились В этот славный день У вас кадетов Есть выбор Из трех вариантов Типа есть Можете вступить в гарнизон Оборонять стены И защищать города Так Присоединиться к разведкорпусу Рисковать жизнью И совершать вылазки На земли титанов Так Или вступить в военную полицию Служить при короле И поддерживать порядок Куда все хотят? Конечно В военную полицию Могут вступить лишь 10 кадетов Чьи имена только что были названы Смотрите пацаны Смотрите на этих бравых пацанов И девчонок Цвет нации Наконец-то я достиг своей цели Красавчики В этот раз уже мы Сожрём этих титанов Потом Во время обзора Прочитаю Всех имена И всех Так Посмотрим Отдельно разберём Каждого Бухаем Я тоже военной полиции А Понятно всё Почему я ниже Чем Эрн? Слушай, заткнись и радуйся Черт Ты не вступишь в полицию? Эрн, ты серьёзно? А ведь попал В десятку лучших Я с самого начала Это решил Во как Я тренировался не для того Чтобы жить во внутренних землях А ради борьбы с титанами Их не одолеть Чувак Ты офигел? Ты же и сам знаешь Сколько тысяч людей съели Мы потеряли пятую часть населения И всё стало ясно Надо Человечеству Не победить титанов Ну, вот есть такие Кто уже Опустил руки Есть Дашься Так как думаешь Что не победить? А И правда Пока люди лишь проигрывали Всё потому что Мы ничего не знали о титанах Нет смысла пытаться Задавить их числом Вообще Мы проиграли Но полученная информация Даст всем нам новую надежду Неужели Мы откажемся От стратегии Полученной ценой Тысяч жизней И смиренно Станем кормом титанов Это не смешно Клянусь Я истреблю всех титанов До одного И вырвусь За пределы этих стен Это моя мечта На самом деле Человечество Ещё не проиграло Пока есть хотя бы один Кто готов драться за это Да посмотрите на него Вот он Если так хочется Вали куда угодно Вот он знает Он знает Я точно вступлю В военную полицию Вот он знает Что он прав Он знает Что он прав И его бесит То что Эрон прав Мне кажется Он тоже В разведку пойдёт Ну я помню Что он на самом деле В разведку пойдёт Конечно Насчёт этой мечты А Позаимствовал её у тебя Жить не за стенами А снаружи Я вступлю В разведкорпус Ну ясно Ну ясно Ну ясно Ну да Ты хорош на теоретических занятиях Так используй это Обещаю Я не буду путаться под ногами Я тоже пойду В разведкорпус Ну ты обязана Эй Иди в военную полицию Ты же лучшая Если ты вступишь туда То я сделаю так же Если пойдёшь в гарнизон Пойду за тобой Микаса просто Ведь если меня не будет рядом Тебя быстро убьют Это правда Вообще-то я тебя не просил Я больше Не хочу терять родных Ой Это такой очень Глубокий вопрос Микаса Ну Это единственный Родной человек Оставшийся И Если уж умирать То только рядом с ним Вот они Основные силы Разведкорпуса О Командующий Эрвир Прошу Уничтожьте титанов Настоящие пацаны Капитан Леви Говорят он силён Как целая бригада Вот ведь Разорались О этого я помню Всё совсем не так Как пять лет назад В разведкорпусе Появились такие Надёжные люди Похоже И настроения народа Улучшились Уже пять лет Никаких угроз И стационарные пушки Улучшили Небось и колоссальный Титан не придёт Вот-вот Типун себе Чего вы тут чушь несёте Два голубка Да что ты Какие мы голубки Не торопи события Здорово ребята Ханес О Ребятки Вчера выпустились Да Такими сопляками были И вот те раз Кто бы говорил Были пьяницы А стали капитаном Инженерных войск Дурак Прости меня Я не смог Спасти твою маму Да Да Ханес Вы не виноваты Ну Теперь у нас есть знания И мы не позволим Той трагедии повториться Мы точно Одолеем титанов У него такой же взгляд Как в детстве Не изменились Зрадываться ли мне тому Что он так возмужал Не погибни Не погибни Что Пойдешь в разведкорпус Кони Ты же рвался в военную полицию Да Было дело Но знаешь Эрен Похоже твоя вчерашняя речь Подействовала Что Вдохновились Молчать Я сам принял это решение Не смущайся ты так Ты не один такой А Томас Да ладно Неужели Друзья Я залезла в офицерскую кладовую И взяла нам миска Молодец Молодец Саша Ты хочешь попасть за решетку Молчи Ты правда дура Безмозглый пугат Уничтожить улики Потом Разделим на всех Уничтожим Нарежем Положим на хлеб Я кушать хочу Деньги мяса Согласна Когда мы потеряли земли Мясо стало очень ценным продуктом Да все в порядке Когда отобьем земли Сможем снова разводить коров и баранов Скушайте быстрее Чтобы никто не заметил Пропажу Я тоже поем это мясо А то Я тоже в деле Доставай Ребята Конечно я с вами Ребята Чего стоишь Эрон Если не вернемся к работе То нас раскроют Обед еще не наступил Вдохновил Как вдохновил ребят С тех пор Прошло 5 лет Уже 5 лет Наконец Человечество Возвращает Былое величие Да Мы победим Ответная атака Человечества Вот-вот Начнется Ох я помню этот момент Ох весь пафос Как пропал Облом чуваки Вот теперь пойдете В разведку Ох Да Все Кажется это просто Вот все Это он За ним За ним За ним Саша молодец Посмотрите как Саша Действует Вожуха Ох Лучше так чем упасть Лучше так Самуэль Ты там не смейся Молодец Ух ты Пронесло Это капец больно Но лучше так Стена Сломана Пробита Опять Опять Титаны Зайдут внутрь Все Истреблю Истреблю Титанов Всех До единого Всех До единого Ооо Держись Возьми себя руки Группа техобслуживания Четвертой пушки Приготовиться к бою Наша цель Перед вами Колоссальный титан Это наш шанс Не упустите его Молодец Вот этого я нифига не помнил Врубись Ох ё Перед ним Привет Пять лет не видели Ну здорово родной Поиграем на сей раз Продолжение следует Если честно Круто закончили Вот так грамотно выстроили Так грамотно выстроили Кадр сейчас Вот так грамотно Эмоции Так разве Вот Сюжетно так расставили Что я прямо Загорелся вместе с ним Вот Вот поэтому я обожаю Вот Вот серьезно Вот Вот такие построения Великолепно Вот прямо Когда эмоции Тебя Вот Вот Берут И прямо Заставляют окунуться Вот супер Итак Сведения доступные В данный момент Десятка лучших кадетов 104 корпуса Часть первая Кристаленс Саша Блаус Нестандартная Но отличная интуиция Мешающая командной работе Кони Спрингер Двигается легко И проворно А вот соображает Несколько туговато Марко Бот Жан Кирштейн Мастер пространственного Маневрирования Но склонен показывать Зубы Что приводит к конфликтам Итак Сведения доступны На данный момент Десятка лучших кадетов 104 корпуса Часть вторая Эрен Йегер Особых умений нет Но он старался Больше других И добился успехов Он сильнее всех Хочет достичь своей цели Энни Леон Харт Грубящим атакам Вопросов нет Но работа в команде Хромает Одиночка Бертольд Хувер Скрытый потенциал Запредельно высок Но напористости Не достает Райнер Браун Обладает крепким Телом и нервами Товарищи ему Всецело доверяют И И так Кто вообще Взяла золото Микаса Акерман Идеально усвоила Все дисциплины Многие считают Что такого таланта Наша история Еще не видела Похлопаем ребятам Похлопаем ребятам Все великолепные Бравые ребята Но в данный момент На самом деле Хочется Пообсуждать Именно Ту основную Тему Основную тему Того Основную тему Данной серии Основная тема Была затронута Сейчас Энни Лайнхартом Конкретно То что Данная система Распределения Бойцов Мягко говоря Абсурдно Учитывая Всю ситуацию Эта ситуация Между прочим Очень хорошо Демонстрирует Все отношение Правящего класса К Обычным людям Самые лучшие Самые лучшие Имеют право Вступить В В военную полицию То есть Находиться при короле Считаться Личной гвардией короля И Находиться За третьими стенами То есть Вот в самой В самой Жесткой Хорошей Удобной Комфортной безопасности Сто процентов С повышенным Жалованием Сто процентов С очень большой Перспективой На развитие Собственной карьеры Ну С хорошим браком Ну и так далее И тому подобное Короче Военная полиция Дает возможность Стать Прелегированным В данной Ситуации Это абсурдно Почему? Потому что Самые лучшие Кто Хоть как-то Смог Отречиться В тренировках Боях с титанами Не будут Драться с титанами А учитывая Что ситуация Для человечества Патовая То Как никогда Нужны Самые Самые Сильные Бойцы Которые Хоть как-то Имеют Перспективу Я Я не утверждаю Что Те кто В боях Те кто проявил себя Хорошо на тренировках Проявят себя Хорошо И В бою Но Это Это мы узнаем К сожалению Только во время Настоящего боя Потому что Ну как бы ты хорошо Не готовился Настоящий бой Все в реальности Покажет Но Учитывая Процентное соотношение Уж лучше я кину В бой Тех кто Лучше всего подготовлен Чем тех кто Подготовлен Но так себе И поэтому Вот в данный момент Вот Сама эта ситуация Прекрасно показывает Все Настроение Правящего класса Потому что Самых лучших Ясное дело Для собственной защиты А всех кто Ну не так Ну так себе Так Для обычных людей В итоге Эта стратегия Обернулась Страшнейшим провалом Потому что Политика Политика Полной обороны И политика Не 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 Нападение Эта стратегия Абсолютно себя не оправдала Это привело К К Скажем так К лени К К Несубординации Среди Военных Внутренних стен Потому что Вот все Все оказались Не подготовлены Для Для первой атаки Ну которую Ясное дело Не ожидали Потому что Уже сто лет Как стены Преграждали путь С этим титаном Но просто Никто не ожидал Что Все это Начнется Вот что Вот появится Какой-то гигантский титан Который сможет Протаранить стену Этого просто Не ожидали Но это вовсе Не значит Что Ты можешь просто Сидеть за Стенами И ничего не делать Потому что Факт остается Фактом Люди Заперты Заперты И не развиваются Абсолютно Не развиваются Потому что Земли Ограничены И В данный момент Эрон Полностью Осознал Всю Страшнейшую Ситуацию Того Что происходит На самом деле В его стране Как с политической Так и с военной Точки зрения Он это Своё мнение Прекрасно Охарактеризовал На праздники Многие Опустили Уже руки Давным Давно Все хотят Просто Быть В В Защищенном Положении Но В защищенном Положении Мы уже Поняли Пару серий Назад Что стены Не гарантия Ну Эрон Ясное дело Объяснил Свою точку зрения Все вдохновились Этой точке зрения Человек Прошёл В десятку Лучших И Может Также Спрятаться За стенами Как Мало Кто Может Среди Вот 200 Сколько Их было 219 Кажется Из кадетов А он Всё равно Пошёл На свой Принцип Всё равно Пошёл В разведку Намеревается Идти в разведку И вдохновил Между прочим Этих Многих Ребят С ним пойдут Эрмин Очень классный Теоретик 100% Будет иметь Сильные Стратегические Возможности Микаса Которая Просто Самая Крутая И бешеная Среди Вообще Всех Выпускников Вместе Взятых За всё Время Кадетского Корпуса Ну Бертольд Райнер Все Все Очень сильные Мощные Проверенные Ребята Которые 100% Внесут Свою лепту Вот Во всей Этой Войне И вот Они вдохновились И тоже Намереваются Уйти Ну Я не знаю По поводу Райана Райберта Вот я знаю По поводу По поводу По поводу Кони Спрингера Вот он намеревается И кстати По поводу Жана Кирштейна Жана Жан Очень классный Персонаж Он понимает Всю правду И весь абсурд Сложившегося Положения Но он хочет Просто жить В этом нет Стыдобы Он хочет Просто выжить И те кто Хочет за остальные Стены Тоже хотят жить В этом нет Ничего постыдного Но Когда он видит Парня который Готов отдать Свою жизнь Реально готов Это немножечко Задевает его Мужскую гордость Плюс между прочим Очень классно Психологически Показали В прошлой серии Ему Микаса понравилась А выясняется Что она полностью Сэроном Полностью Морально Физически конечно нет Но морально И его это В сто раз сильнее Взбесело То есть даже девчонки На такого парня Обращают внимание А на него нет Это очень классный Маленький момент Сделали Это очень классно Психологически Очень классно Психологически Сработало На него Что что было Четвертая серия Атаки Титанов Благодарю Если смотрели это Вместе со мной Если вам понравилось Будьте добры Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Группу ВКонтакте И на Бусти Где я уже выложил Данную серию Абсолютно без ограничений Удачи Увидимся на пятой серии Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok